МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей Саров-24. Здравствуйте. Смотрите сегодня выпуски. Кредиты по 3%. Правительство запустило новую программу поддержки предпринимателей. Коляски и санки под запретом, что нельзя хранить в подъезде. Атомные сказки. Маяковка приглашает саровчан принять участие в литературном конкурсе. Далее расскажем во всем подробно. С февраля этого года в Сарове сгорели 5 детских колясок и санок, которые хранились в подъездах жилых многоквартирных домов. По правилам пожарной безопасности хранить такие вещи вне квартир категорически запрещено. Что ждет нарушителей, какие еще требования предъявляют сотрудники пожарного надзора к жителям и управляющим компаниям, расскажем в следующем репортаже. 8 марта в доме номер 8 по улице Юности в подъезде загорелась детская коляска. Запах гари и копоть там останутся еще надолго. Огонь повредил входную дверь одной из квартир, интернет-кабель и плафон на потолке. Это меньшее, чем могли отделаться жильцы 8 этажа. При плавлении материалы, из которых сделана коляска, начала выделять едкие пары. Отравление, к счастью, удалось избежать. Очень вредные вещества выделяются, и они очень опасны для здоровья. На сегодняшний день, с учетом вот этих физико-химических свойств, этих материалов, достаточно человеку три глубоких вздоха, человек теряет сознание, и все. Дальше он уже не может сам предпринимать какие-то адекватные действия. Только за февраль и март этого года пожарные пять раз выезжали на подобные случаи возгорания санок и колясок. Происходит это из-за халатного отношения жильцов к технике безопасности, которые из-за своего удобства порой рискуют жизнью других. В подъездах оставляют, так скажем, личные вещи обихода. Неважно, коляска это. Иногда умудряются даже шкафы выставлять в общедомовое имущество, именно в коридоры. По правилам противопожарного режима, утвержденное постановление правительства 1479, это запрещено. Значит, за это предусмотрена административная ответственность. Кроме того, что личные вещи могут стать объектами пожара, они также часто создают преграду на пути эвакуации из квартир. В случае возгорания личных вещей в подъезде наказание ждет владельца предмета, виновника пожара, если он есть, а также управляющую компанию. Управляющие компании тоже должны понимать свою ответственность. Они должны за этим постоянно следить, чтобы именно на путях эвакуации, в коридорах и так далее не складировали люди. В их зоне ответственность – это информирование, это проведение бесед с собственниками, кто это делает, ну и, соответственно, принятие мер для тех, кто не выполняет их требования. Специалисты напоминают, если в подъезде возник пожар и дым начал заполнять все пространство, нельзя выходить из квартиры. Лучше заткнуть щели в дверях тряпками, вызвать спасателей и ждать помощи. Дарья Кузина, Константин Островский, Александр Мальков, Служба новостей, Саров-24. Правительство запустило программу поддержки малого и среднего предпринимательства, пострадавшего в пандемию. Кредиты будут выдавать по 3% годовых, при этом в первые 6 месяцев не нужно погашать ни долг, ни проценты. Во втором полугодии это можно будет делать равными долями ежемесячно. Размер кредита будет зависеть от количества сотрудников, занятых в организации. Максимальная сумма – 500 миллионов рублей. Подробности далее. По условиям программы «Фонд оплаты труда 3.0» взять кредиты на льготных условиях смогут юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые работают в наименее восстановившихся отраслях российской экономики. К таким относятся общий ПИД, культура, спорт и развлечения, организация мероприятий, туристический бизнес. Важные условия – бизнесмены должны быть участниками прошлогодней программы кредитования по 2% годовых. Если в прошлом году получали кредит, выполнили условия по программе «Фонд 2.0», то в этом году сам Бог велел. Кредит под 3% годовых дается на год. Первые 6 месяцев никаких выплат по займу. Основной долг и проценты по кредиту нужно будет выплатить в течение второго полугодия равными долями. При этом заемщик берет на себя обязательства не уменьшать численность сотрудников более чем на 10%. То есть работать должны 90% сотрудников от численности штата. Берется МРОД, минимальный размер оплаты труда умножается на количество сотрудников, умножается на количество месяцев в периоде. То есть если это кредит на год, то это 12 месяцев. И, соответственно, вот эта сумма льготного кредита, который может быть предоставлен предпринимателям. Кредит на льготных условиях могут получить микро- и малые предприятия, крупный и средний бизнес, социально ориентированные некоммерческие организации, индивидуальные предприниматели, если у них есть наемные сотрудники. Потратить полученные деньги можно на развитие бизнеса. Практически на любые цели, в том числе на погашение других кредитов, на зарплату сотрудников. Нельзя на выплату девятендов, нельзя на благотворительность, нельзя на выкуп собственной доли у учредителя. Но, собственно, на все расходы, которые связаны непосредственно с предпринимательской деятельностью, этот кредит можно направить. На новую льготную кредитную программу правительство России выделило около 7 миллиардов 700 миллионов рублей. Документы на получение займа предпринимателей могут подать до 1 июля. Елена Грецкова, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей, Саров-24. В технопарке Саров до конца марта планируют ввести в эксплуатацию дополнительные энергетические мощности. Работы будут идти в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы. Как пояснил губернатор Глеб Никитин, дополнительные мощности позволят привлечь новых резидентов, а действующие на территории технопарка компаниям помогут развивать производство. Сейчас в технопарке 34 резидента. Их число планируют увеличить до 40 к 2024 году. Другая важная информация в подборке коротких новостей. В Нижегородской области аномальные мартовские морозы не отступят до выходных дней. Как сообщил начальник отдела метеопрогнозов Нижегородского гидрометцентра Ольга Макеева, над регионом установился арктический антисеклон. Ослабление произойдет в субботу днем. Температура будет колебаться на отметках минус 5-8 градусов. В воскресенье столбики термометров поднимутся до нуля. Отепель сохранится и в начале следующей недели. Возможен мокрый снег. Почти 3 миллиона фальшивых денег изъяли в Нижегородской области в 2020 году. Наиболее часто подделывают пятитысячные купюры. Чуть меньше банкноты в тысячу и в две тысячи рублей. Большую часть подделок обнаруживают в банках или при пересчете выручки в торговых организациях. Чаще всего фальшивки сбывают в сетевых магазинах, на автозаправочных станциях и небольших торговых объектах. Работникам сферы торговли и обслуживания представителям банковской сферы полицейские рекомендуют быть предельно внимательными, проверяя денежные купюры на специальном оборудовании. Новый порядок техосмотра автомобилей отложили до 1 октября. Речь идет о правилах оформления электронной диагностической карты и фотофиксации, изменения в которых должны были вступить в силу 1 марта. По заявлению премьера Михаила Мишустина ситуация с коронавирусом еще далека от идеальной и новая процедура несет риски для здоровья людей, что недопустимо. Нужно сделать все, чтобы с 1 октября система заработала без сбоев и еще раз посмотреть на процедуры и их техническую реализацию. Никаких неудобств для граждан не должно быть, добавил глава правительства. Глеб Никитин Квесты, интерактивные занятия, экскурсии по выставкам, кинопоказы и творческие мастерские. В художественной галерее подготовила программу на весенние каникулы. Найти себе дело по вкусу смогут как ученики младших классов, так и подростки. Подробнее расскажем в следующем репортаже. Начнутся каникулы в художественной галерее 20 марта и продлятся 10 дней. Практически каждый час там будут проходить различные познавательные и интерактивные программы. Сотрудники галереи всегда творчески подходят к делу и каждый год стараются удивить своих юных посетителей. В этот раз будут программы, посвященные искусству Египта, будет городецкая роспись, будут чудеса природы. В эти каникулы мы будем готовиться, знакомиться с портретом. То есть вот совершенно разные-разные темы. И в принципе на каждый возраст можно подобрать какое-то занятие. Каждый день в 12 часов будут начинаться творческие мастерские. Детей будут учить работать в различных техниках. Это и точечная роспись, создание композиций и поделок из пластилиновых жгутиков, соленого теста, шерстяных ниток и бумажного пакета. И, конечно, не обойдется в этом году без показа мультфильмов в кинозале галереи. Начиная с 22 по 31, все школьные весенние каникулы мы показываем. Два сеанса в день будет в 11 и в 13 часов. Это новый отечественный полнометражный анимационный фильм «Огонек огнива». Название говорит само по себе. Сказку мы все прекрасно знаем. И вот наши отечественные аниматоры сняли большое кино. Ковидные времена накладывают свои условия. Все мероприятия, каникулы в галерее будут проходить строго по предварительной записи. Вот записался класс. И это время фиксировано для него предназначено. Мы его встречаем, мы его провожаем. Он находится в отдельном зале, если это экскурсия. Если это занятие, он тоже находится в отдельном зале. Поэтому вот такие ограничения. Мы в масках и наши посетители тоже в масках. Познакомиться с программой детально можно в группе в художественной галерее ВКонтакте. Записаться на мероприятие можно по телефону 702-87 и 664-09. Централизованная библиотечная система Глазова объявила конкурс научных сказок, атомных городов, атомные сказки. Принять им участие могут и саровчане в возрасте от 12 до 16 лет. Нужно придумать увлекательный рассказ, в котором на легком и понятном языке объяснить научные факты. Лучшие работы, присланные на конкурс, напечатают сборники сказок. Добрые, поучительные и волшебные. Сказки связаны у многих с самыми теплыми воспоминаниями из детства. Библиотека Рейсглазова Удмуртской Республики предлагает саровчанам попробовать себя в роли авторов этих удивительных историй. И не простых, а научных. Для чего они придумали такой вид сказки? Ответ очень простой. Чтобы объявить конкурс атомной сказки. Для подростков 12-16 лет, городов, присутствие госкорпорации «Росатом», концерна «Росэнергоатом» и «Наукоградов». Научная сказка – это увлекательный рассказ, в котором ребенок почерпнет для себя новые знания. Тема конкурса – атомная отрасль. В сказке обязательно должен быть сюжет, главный герой и счастливый финал. Принимают только неизданные работы объемом в прозе до 20 тысяч, в стихах до 8 тысяч знаков с пробелами. Конкурс проходит в три этапа. Первый, подготовительный, основная задача его заключается в том, чтобы разработать, придумать, нафантазировать, сочинить сюжет и записать текст. Второй этап с апреля по май заключается в том, что мы эти сказки в электронном виде принимаем в библиотеке. Лучшие работы отправят в Глазов, где на заключительном этапе опубликуют сборник атомных сказок, экземпляры которых пришлют в библиотеку Маяковского вместе с сертификатами участников. Работы принимают в электронном виде до 31 мая на почту pr.lib.sars.gmail.com. Подробности о конкурсе можно узнать по телефону 99406. Лакомство, которое лечит. О чудодейственных свойствах меда ходят легенды. В его целительной силе убедились миллионы людей по всему миру. А мед свежего урожая и сладкоежки ценят особо. Десятки его сортов можно приобрести в торговом центре «Галактика». Там открылась выставка «Медовая феерия». Темный, светлый, чистый, с натуральными добавками на любой вкус и ото всех недугов. Десятки сортов меда свежего урожая вы найдете в торговом центре «Галактика». С 11 по 14 марта там проходит «Медовая феерия». Качество этого полезного лакомства с пасеки пчеловодов Михайловых высоко оценили во многих городах страны, в том числе и в Сарове. Лично внимательно следят за тем, чтобы ассортимент меда удовлетворял каждого. Поэтому на «Медовой феерии» можно найти достаточно редкие сорта. Например, дальневосточный шмелиный мед. Он насыщен полезными веществами и идеален для больных диабетом. А еще любимый многими – хвойный мед. На щитовидную железу хорошее действие оказывает. Потом против простудных заболеваний. Он обладает противовоспалительным свойством. Также на «Медовой феерии» мед с дягеля. Это алтайский мед, который улучшает работу желудочно-кишечного тракта и оказывает благотворное влияние на суставы. И как любые темные сорта меда, такие как тот же хвойный или каштановый, помогают работе сердечно-сосудистой системы. На выставке есть липовый, майский, цветочный, высокогорный мед и мед с акацией, который полезен и подходит как взрослым, так и детям. Мед с акацией – очень хороший мед. Он, во-первых, не кристаллизуется. Он очень долго стоит в жидком виде. И полезен детям. Аллергию не вызывает. На выставке «Медовая феерия» вам предложат и сами продукты пчеловодства. Пирга, пыльца, маточное молочко и настойка прополиса на воде. Для детей очень хорошо сейчас актуальны смены температуры. Это как аэрозоль брызгает в горло. От насморка тоже можно ее применять. Потом, если ожоги, не дай бог, это тоже обладает противовоспалительным действием. Не пропустите выставка «Медовая феерия» работает в торговом центре «Галактика» с 11 по 14 марта с 10 до 19 часов. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук, Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы в удобное для вас время. В студии работала Екатерина Опенова. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова